Рука давит. Я не могу взять и собственную руку, либо руку пострадавшим и мотать в салфетку. Потом мне нужен элемент давления. Элементом давления может служить скатка бинта. Это может быть даже вплоть до мобильного телефона. Либо, как говорят военные, это запасной магазин от пистолетов. Мы давим на рагу, мешаем вытечь крови. И берем все роги, и этим винтом жестко, но качественно фиксируем данное место. Заметьте, что я работаю отличным винтом, потому что винты марлевые украинские не работают в основе кровопечеря. Для чего нужны винты марлевые украинские, это загадка для меня человечества. Я не понимаю, что они не чувствуют. Соответственно, так же не понимают те люди, которые их продают, но они продают, и этого достаточно. Когда я винт зафиксировал с помощью пластыря, либо же я могу сделать обратную еду, вот так вот. У меня готова повязка, которая давит на самуран. Тоже мешает крови потом в суде. Есть варианты, связанные с артериальным кровотечением. В юношном кровотечении, при рассечении этого может быть достаточно. Есть вариант, связанный с артериальным кровотечением. То есть, видокровь не теряется за достаточно чистым. Есть вариант, когда идет ранение, ранение, в нескольких местах. Когда у вас нет возможности положить повязку одновременно на все эти части. Расстрелили человека. Ранили на жалку. Упал на штырь. Осколочное ранение. Тогда, когда не хватает рук, чтобы остановить кровотечение в конкретно каждом месте. Тогда используется транспортный жгут. Имейте, что если вы зажгутируете человека, то у него прекратится не только артериальное, когда он говорит, артерия, жгут. У него прекратится и венозное кровотечение. И тем более прекратится капиллярное кровотечение. Поэтому вы взяли жгут и дотектировали на теле человека. Жгут. У всех есть с собой жгут. О, есть люди, у которых есть жгут. Слушай, а заряжки люди не нуждают. Не знаю. Жгут. Жгут. Маленький. Ну, допустим, жгут. Схват. Либо же вы можете в том же спортивном магазине взять эспандер. Помните, такие были эспандеры, ленты чили, да? Ну, надо. Не, будешь снимать? Работали. То есть вот такой вот звук. Он позиционирует этот звук полицейский. Зоря Боевых 200 там почему-то все равно зашло за другой отдел. А там есть такие вот, вибачайся, что скручиваются. Ну, типа, как бандаж, воно скручивается, бачу, натовский уничий. Такого плана, ну, бери, как бы, зажим, такий специальный для него, чтобы скручку. Сейчас покажу, да. Да, то есть вот, есть такая вот лента, полоса. Я беру эту полосу и максимально высоко по ноге, или максимально высоко по руке, начинаю воздействовать. Сначала я просто нанес на тело, дальше начинаю поджимать ход. Просторующий ход поджимается еще больше. И таким образом я достигаю полного перекрытия сосуда. В чем случае работа жгута? Он пережимает все, соответственно, пережимает артерию вены к кости. Вот так, максимально высоко, возле паховой складки. Это может быть возле подмышечной впадины. Я полностью перекрываю кровоснабжение ноги. И неважно, артериальное, венозное, капиллярное, два, один. В любом случае перекрывается кровоснабжение. И заметьте, когда вы наложили жгут, у вас не срезы спокойно, качественно, покопаться у вас в отлично. Коллеги, извините, пожалуйста, не везите ли вы мне, сейчас дам я им перту. Взять ванную салфетку, взять ванную салфетку и спокойно, никуда не спеша, оказать помощь человеку, исходя из той необходимости, на которой данный момент, то есть накладывая поверхность. То есть фут держит, фут держит и не дает возможности протекать в данный момент, кроме в том месте, где у человека ранее. Это правильно. После того, как я обслужил каждое кровотечение, я замотал каждое место, я могу жгут или отпустить, или расслабить. Вот сейчас я жгут и отпускаю. Как быстро расслаблять его? Сейчас я жгут и отпускаю, и оставляю на период. С какой скоростью расслаблять его? Жгут на теле человек, сколько должен держаться? Этот вопрос, который абсолютно не вызывает ни у кого, скажем так, проблем. Два часа летом, час зимой. Откуда вы это знаете? Полчаса. Гражданская оборона, цивильная оборона, это что? Вот так, знаете себе вопрос, что это? Я понимаю, что Шамковичи, там дядька полковник, отставник вам это все рассказывал в школе, нудным голосом, либо медсестра. У меня вопрос другой. Откуда эти знания? Эти знания из военных действий. Потому что гражданская оборона, это защита населения, социалистической собственности, в момент внешнего противника и борьбы с ним. Сейчас нет гражданского, есть цивильный захват. И в этом цивильном захисте также перепечатка старой гражданской обороны. Если вы жгут на тело человека можете на два часа, вы рискуете из человека сделать инвалидом. Потому что жгут причиняет, так называемую, отсроченную травму. У него будет атрофия нерва. Заметьте, что атрофия нерва, это значит, что нужно делать операцию на нерве. Его нужно ушивать. И не всегда это удачно. То есть он будет сходить с палочкой. Либо же он скажет, спасибо братам, ты мне спас руку, но я теперь не могу пожать ее. Потому что она у меня в виде плетени. То есть все, для сувенира. Два часа жгут на теле человека держаться может. Клетка выдержит, клетка руки, либо клетка ноги. Но два часа не выдержит нерв. Кто-то об этом знал. Поэтому, в современной жизни, те же американские военные вводят свой стандарт. То, что вы спросили. Жгут, как называется, как? Combat application tourniquet. Чем он родительно отличается от других жгутов? Что с ним можно работать одной рукой. Липучка, белка face to face, дает возможность закрепиться на себе. Впоследствии, просто мы дозированной компрессией, вот палочкой так вот закручиваем. И фиксируем жгут на конечность. Рука это или нога. Вкладываем его. Выигрываем время для наложения бандажа. А потом жгут слегка отпускаем. То есть мы его можем раскрутить на один ход. Либо же, в случае, если это бедро, мы работаем точно так же над двумя руками. То есть жгут всегда хранится в таком состоянии, в котором вы его можете применить одной рукой сами на себе. Для самопомощи. Для взаимопомощи нужно использовать две свои руки. Также накладываем жгут максимально высоко по руке, максимально высоко по ноге. Это единственное место, где вы четко, без проблем и, самое главное, быстро перекроете любой тип кровотечения. Потому что артерии и вены близко подходят к тык гостей. Вы затягиваете жгут. После этого фиксируете элемент давления, зафиксировали и вложили. После этого работаем с перевязочным материалом. То есть, в принципе, жгут нужен не для остановки кровотечения. Жгут нужен для того, чтобы выиграть время. Чтобы наложить перевязочный материал на каждую из рам на ноге или на руке. А потом жгут можно слегка отпустить, чтобы он продолжал сжимать сосуды, пусть не очень эффективно, но с другой стороны, чтобы он не травмировал ногу. Вот и это есть принцип работы кровотечения. Из руки или ноги. Если же мы говорим о кровотечениях из корпуса, то есть, те кровотечения, которые могут быть жизненно опасны, ножевое ранение, проникающее ранение в брюшной полости, они опасны могут тем, что кровь просто уходит не наружу. А с наружного уходящего кровя мы знаем, как бороться. Зажать, наложить повязку. Оно может уходить внутри, то есть, внутрь нашего организма. Потому что есть полости. Сколько у нас в организме полостей, коллеги? Ну, хотя бы основные методы. Хорошо. Да? Зачем мне, говорит, голова, я бы ее ем. То есть, у нас есть чередная коробка, это полость. У нас есть полость грудная, и у нас есть полость брюшная. То есть, по логике вещей, я ничего тут не смогу сжать. Во-первых, я не могу наложить штуки. Потому что называется болитравма. То есть, да? И я не смогу сюда нажать сильно. Потому что здесь полость, внутри растекается кровь. Раз, это так. Я беру, я беру, тот же мел. Я беру, тот же мел. Я беру, тот же мел. И пусть даже, это будет малоэффективно, но я работаю с помощью бандажа. С помощью бандажа. И фиксирую раму. Заметьте, что сейчас, в данный момент, вы кровотечение не перекрыли. Здесь, да. Потому что здесь вы взяли и прижали, что это кости. А здесь, почему вы собираете прижимать? В позвоночник. Так и фиксируем уже не получится. И раз это так, то это хирургический пациент. То есть, нужно очень быстро везти его в больницу. Чтобы хирург вошел сюда в полость, нашел кровотечение и его пережал. Вы его пережать не сможете. Заметьте, что в случае, если это повреждение грудной клетки, то у человека воздух может попадать в легкое. Через открытое раневое пространство. Воздух засасывает. Подсасывает воздух атмосферного давления. Раз это воздух атмосферное давление легкое спадается, и у него начинает возникать, так называемый, процесс напряженного пневмотора. Одно дело, когда воздух всасывается, с выдохом уходит. Но, тоже, если, допустим, это заточка, тонкий нож, либо небольшой патрон, в смысле боеприпас, то эта дырочка может быть совсем небольшой. На вдохе всасывается, на выдохе задерживается. Сосывается, задерживается. Сосывается, задерживается. И вот тот воздух, который попал в атмосферное давление, он начинает двигаться в сторону органов средостения. Трохеин, центральных артерий и вен, и сердка. И он может пережимать трохею и вены. То есть, и сосуды. Идем он может потерять жизнь. Наша задача закрыть, не оставить на то, чтобы не попадал воздух. Чем можно закрыть? Вы говорили, мембраной. То есть, можно закрыть либо специальной повязкой, либо же рукой, перчаткой. То есть, не дать возможность этому воздуху попасть. Самое страшное другое, что, когда мы с вами закрываем, вот заметите, что тот же жгут можно использовать в качестве повязки. Да, он тоже не включится. Почему я его называю? Это точно универсальным жгутом. Здесь сильно давить не нужно. То есть, я закрыл. Проблема другая. Я перевел пневмоторок из открытого вида в закрытый. Никто вам не сказал, что на этом проблема закончена. Почему-то у нас практические типа инструктора считают, что вот этим вот образом они перекрыли кровотечение, точнее, приток сюда воздуха, атмосферного давления. А легкие. Я же делаю вдох. Я делаю вдох. Из пробитого легкого сюда идет воздух. И опять возрастает напряжение. Пневмоторок может быть открытым. Я его закрыл. Соответственно, он закрытый. Но и открытый, и закрытый пневмоторок могут быть напряженными. Вот это напряжение, которое возникает. В практической медицине приятно хватать иголку и начинать сразу штыкать человеку в грудь. Не понимая одного, куда это делать правильно. Второе. Тот, кто это делает, должен понимать самое главное. В тот момент, когда вы водите иголку в тело человека и делаете дренаж, вы убираете напряжение. Но убираете напряжение временно. Поэтому этот дренаж, это не спасение жизни. Это выигрыш, время для доставки человека в больнице. Любой пострадавший, получивший ранение полости, должен быть незамедлительно доставлен на этап квалифицированной помощи. И помните самое главное, что у нас легкие, не только здесь коллеги. Надеюсь, ни для кого не секрет, что у нас и вот здесь. Это все полностью почкообразно. Называется флевральная полость. И, соответственно, это и есть наша легкая. Это понятно? Поэтому, резюмируем. По телам кро-оптечки, в принципе, с собой глобальные аптечки таскать не нужно, если вы хотите оказать помощь этой травме. Это может быть жгут капли. Это может быть жгут свар. Это может быть просто косынка, которую вы завязали маркером. Если вы завязали маркером, вам нужно держать. Если вы хотите в том же строительном супермаркете, на строительном рынке, вот такую монтажную ленту. Умерим, что сам дает очень-то армировающий скотч. Как вы ее видели в фильмах, вспоминайте, да? Берут девушку, делают вот так. Ну и потом, соответственно, девушка, это более отговорит. То есть, вот эта вот монтажная лента может быть сплюшнута вами на ту же шариковую ручку, на тот же маркер, и положена вам в состав вашего рюкзачка. Поэтому вы та же самая пневмоторок можете закрыть достаточно эффективно с помощью данной монтажной ленты. Она рвется вот для того, что она рвется просто руками. Поэтому рекомендую вам, взять пару бинтов, и с помощью этих бинтов, вы можете сделать давящую повязку, можете оттрыть кровотечение. Коллеги, вопросы по основе критического кровотечения? Что осталось непонятным? А ремень? То есть, что такое? Пошли? Пошли. 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 Открывается. Ну, такой ремень, да. Для них нет такой ремень. Такой ремень, да. Для этого вы затягиваете. Если мы берем в армейском ремне, то вы paísите ничего не сделает. Если мы используем в качестве жгута подручное средство, вы должны сначала сидя дома, в компании таких же людей, которые вы пили пиво, просто проверить, работает он или нет. Заметьте, что не теоретически, сейчас здесь, а реально взять ремень, затянуть, работает. И вот тогда вы понимаете, что он реально работает. Да, есть ремни, которые работают. Армейские ремни с дырочками, они не работают, потому что они кожаные. Вы его затянули. Вы только начинаете его фиксировать, он ослабляется. Если мы говорим о ремне, которое на фастерце, то он затягивается и он работает. То есть пробуйте. Я рекомендую просто футболку, кусок ткани. Закрутите ее. Задимите, что палочку и веточку все вы не имеете вновь. Потому что вот щипни к рюкзаке можно поставить маркер. Или ту же палочку, которую вы не делаете. Закрутили. Но опять-таки, чем будете фиксировать? То есть вот почему универсальным цветом является именно давящая повязка. А жгут может быть любое подручное цветом, которым вы затянули временно для того, чтобы наложить эту повязку на рану. Берегите себя и помните, что от вашей адекватности зависит жизнь тех людей, которые вам дороги. То есть те люди, которые вам должны быть. Спасибо огромное. Центр специальной подготовки проводит семинары, тренинги. У нас есть стенд. Подходите туда за ту информацию, которая вам будет нужна для того, чтобы пройти курс. И помните, что сейчас ничему вы не научились. Вы сейчас только посмотрели на профессионалах от Кравмага и от тех людей, которые знают государство. Вы ничему не научились. Вы только увидели. Вы только послушали. Но вы не потрогали. Только то, что вы потрогаете сами, только тогда это останется в памяти. Коллеги, спасибо за мастер-класс. Спасибо. До свидания.